Раньше ремонтом и обслуживанием форсунок двигатели грузовых автомобилей специалисты сервисной станции Volvo Center не занимались. Для подобных работ у них не было оборудования, потому детали приходилось отправлять в Алматы и ждать неделями. После приобретения тест-инжектора проверить исправность оборудования теперь можно всего за 5 минут. Обошелся он предприятию в 15 миллионов тенге. Эту форсунку вставляем в новое оборудование, затем оператор набирает технические параметры. После этого прибор начнет работу и тут же можно понять в рабочем состоянии форсунка или нет. В случае неисправности отремонтировать ее. Приобрести новое оборудование сервисной станции удалось благодаря участию в госпрограмме. Всех кандидатов на получение льготного кредита предварительно тщательно проверили, а позже лишь достойные проекты утвердили в Караганде. В итоге предприятию на расширение бизнеса одобрили сумму в 40 миллионов тенге под 7% годовых. Их они обязаны возвратить банку в течение последующих пяти лет. На эти деньги они намерены реализовать массу идей. Наши сервисные станции работают 57 человек. Хотим увеличить численность рабочих. В этом году мы 5 рабочих мест даем. И заработаем плату на среднем где-то около 70-80 тысяч тенге. Работают на местные у нас в городе Тимиртавы работники. Отправляем их для повышения квалификации в разные сервисные станции. Кроме ремонта грузовых автомашин сервисная станция занимается заменой масла, мойкой автомашин, ремонтом рефрижераторов и техническим осмотром авто. Виды оказываемых услуг здесь намерены значительно расширить. На полученную субсидию в первую очередь будет закуплено новое оборудование для ремонта топливной аппаратуры. Всего же в этом году Тимиртав самодобрили 15 субсидий на расширение своих производств. В прошлом таковых было 29, благодаря чему в городе удалось открыть 300 новых рабочих мест. Сергей Баданин и Анна Калинина. Новости Тимиртау.